С открытым оком. Том 10. Тема молитвы. Вопрос 2398. Святые отцы советуют читать Евангелие, стоя перед иконами, а в салфель можно сидя. Что вы скажете на этом? Отвечает Игнатий Тихонович Латкин. Нигде такого разделения нет в Библии. Когда в храме, тогда выслушивали и стоя, и сидя. Когда в синагоге читали свитки Писания, то сидели, но на молитве прилично стоять или склониться на колени. Лука 18.13. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но ударяя себя в грудь, говорил «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Лука 4.17.20. Ему подали книгу пророка Исаии. И, закрыв книгу, и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. Псалтирь 133.1. Благословите ныне Господа, все рабы Господни, стоящие в доме Господнем, во дворах дома Бога нашего во время ночи. Псалтирь 134.2. Стоящие в доме Господнем, во дворах дома Бога нашего. Так что, согласно мест Писания, Псалтирь могли читать стоя, а Евангелие можно и сидеть читать вне храма. Прощаюсь непостыдно каждый день со всем, что окружало и приелось, а было что поесть и что одеть, кому же отойдет, что оказалось целым. Не раз мне приходилось разбирать после усопших их худое барахло, на изгородь пустить железную кровать, в отвал несметное и на дрова на слом. А в этих надписях на косяках чужих отмечен рост детишек их старения. Так что же каткодной сумел нажить, когда мой челн критически накленит черновиков незавершенных книг, еще три террикона на отлете, с огромной лупой к ним на последях приник. Расслышать чье-то картанье и клекот, сознательно и здравость и ума, я после двоеточия составил список, кому завещаны толстенные тома, духовным чадом, будто я епископ. Не насмотрюсь на все открытым оком, ладонь приставлю к уху, все расслышать, мне уходить пора, мой путь такой далекий, заройте в прах мои рубцы и грыжи. Для вас я наслаждался, надсажался, жил и рвал, из кожи выдирался вам. Наследство, теперь вы убедились, мой карман пустой, и от мамоны он не треснул. Зато на полках столько нужных книг, две тысячи с добавкой дал ответов, сумеете ли жар в них сохранить, там песни есть, что мной еще не спеты, прощаюсь с сожалением и надеждой. С благословением взойдет, что я посеял, с любимой Еговой пройти зубовный скрежет. Да не предстанет спорящий о теле Моисея 13 сентября 2004 года Игнатий Лапкин.